В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Видновской детской поликлинике состоялось торжественное награждение медицинских работников за заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вы побеждаете благодаря вашей смелости, мудрости, высочайшему профессионализму. В преддверии праздников депутат Мособулдумы Владимир Жук побывал с визитом в нескольких учреждениях муниципалитета и вручил новогодние подарки. Поздравляем вас с Новым годом! Выбирайте подарок, какой вам больше нравится. Стали известны имена победителей районного открытого детского поэтического конкурса «Литературный дебют». Мы сегодня пригласили только победителей учащихся школ города Видна. И поэтому сегодня ваш звездный час. В Видновской детской поликлинике состоялось торжественное награждение медицинских работников за заслуги в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Грамоты и медали от министра здравоохранения Московской области получили врачи ВРКБ, а также неравнодушные жители Ленинского городского округа, помогающие докторам в пандемию. Главные герои 2020 года – медики. В пандемии люди в белых халатах, а точнее укрытые с головы до пят в защитные комбинезоны, круглосуточно спасают пациентов. В красной зоне, в каретах скорой помощи, в операционных и на дому врачи и медсестры помогают миру справиться с коронавирусом. Вы побеждаете благодаря вашей смелости, мудрости, высочайшему профессионализму. Ничего словами не скажешь. Когда выздоравливает человек и выходит из стен больницы и помнит и знает, что пережил и на какой грани или границе он буквально находился, то слов нет, чтобы сказать вам спасибо. За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией самоотверженный труд и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга, медикам Видновской районной клинической больницы были вручены почетные грамоты и медали от министра здравоохранения Московской области. Именно в таких ситуациях и определяется, насколько люди ответственно относятся к своим специальностям по отношению друг к другу и какой-то гражданской ответственности. Медалью за заслуги в борьбе с пандемией, была награждена и заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Наградами были отмечены и просто неравнодушные люди, помогающие медикам в этот непростой период. Благодаря предпринимателям и членам общественной палаты муниципалитета для детской поликлиники были закуплены новые пеленальные столики, ростомеры, шкафы, оформлена комната матери и ребенка. Это создает комфорт в нашей поликлинике, а тем более детская поликлиника, она у нас участвует в новом нацпроекте по оформлению бережливых поликлиник. И сегодня мы даже навигацию установили новую благодаря вашей помощи. Я хотел бы поблагодарить моих коллег, предпринимателей, членов торгово-промышленной палаты, которые действительно принимают активное участие. Они в первую волну пандемии активно принимали участие, в вторую волну пандемии. Индивидуальный предприниматель Андрей Макалкин во время пандемии возил обеды врачам и обеспечил транспортом докторов для выезда к пациентам на дом. На передовой и сейчас. Награда очень важная. Даже не думал, что позовут. То есть как бы это все делал не для этой награды, а для того, чтобы помочь людям, которым было действительно тяжело. Старался помочь по мере своей возможности. Как поделились медицинские работники, им очень приятно, что их труд оценили. Очень приятно в эту такую сложную эпидемию получать такие награды за то, что мы работаем. Мы все столкнулись впервые с этим. И это будет существенный опыт, серьезный опыт для того, чтобы мы старались предотвратить, либо если мы не можем предотвратить, то хотя бы разрешить данные проблемы. Присутствовать на награждении смогли не все виновники торжества. Многие в это время были на своих рабочих местах. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Больную коронавирусом с необычным опасным симптомом спасли видновские врачи. 61-летняя пациентка была доставлена в видновскую больницу из московской клиники, где три недели лечилась диагнозом коронавирусная инфекция тяжелой формы, осложненная пневмония с тотальным поражением легких. После продолжительного кашля у женщины было отмечено увеличение живота. Пациентка была доставлена в тяжелом состоянии на кислороде. Гаспилизировано в реанимулиционное отделение. Осмотрено заведующим хирургического отделения, выполнено УЗИ. После осмотра УЗИ диагностики женщине был установлен точный диагноз. Напряженная гематома, то есть обширная полость, заполненная кровью передней брюшной стенки. Была экстренно оперирована, кровотечение не удавалось долго остановить, так как ковидная инфекция с ее осложнением спровоцировала ДВС-синдром. ДВС-синдром – это такой патологический процесс, при котором в мелких сосудах образуются тромбы, сопровождающиеся несвертымостью крови и массивным длительным кровоизлиянием. Благодаря слаженной командной работе хирургов и реаниматологов в выбранной тактике лечения кровотечение полностью прекратилось. Пациентка стабилизировалась. Всего ей было перелито 10 доз крови и плазмы, а также препараты, восстанавливающие собственную систему свертывания крови. Пациентка уже на вторые сутки смогла самостоятельно дышать. На четвертые сутки было переведено в хирургическое отделение для продолжения лечения необходимому в нашем отделении. В настоящий момент пациентка идет на поправку, угрозы жизни нет. В преддверии новогодних праздников депутат Мособлдумы Владимир Жук побывал с визитом в нескольких учреждениях муниципалитета и вручил многочисленные подарки. Сопровождала парламентария и наша съемочная группа. Первым пунктом визита депутата Московской областной думы руководителей региональной волонтерской организации партии «Единая Россия» Владимира Жука в наш муниципалитет стал Центр социального обслуживания населения «Вера». Для его самых маленьких посетителей парламентарий в один миг превратился в доброго волшебника, который приехал, конечно, не с пустыми руками, а с подарками. Здравствуйте. Как вас зовут? Понятно. А, понятно. Поздравляем вас с Новым годом. Выбирайте подарок. Какой вам больше нравится? Этот? Тебе этот, да? Гостинцы в рамках новогодней акции «Елка желаний» получили несколько десятков мальчишек и девчонок. Для многодетной семьи Василийскиных это уже не первый знак внимания от Владимира Жука. Видновчане, воспитывающие шестерых детей, регулярно получают помощь от депутата и пришли поблагодарить его. Спасибо большое. У нас их шестерок, поэтому огромное спасибо за то, что вам еще придется. Заключительным аккордом встречи в «Вере» стало вручение почетных грамот от Московской областной думы волонтерам за активную деятельность в период пандемии. А дальше депутат поспешил сказать добрые слова врачам. Видновска районной клинической больницы, которая стала следующим местом визита, чествовали героев наших дней – медиков. Здесь компанию Владимиру Жуку состоял депутат Ленинского городского округа Олег Федоров. Чтобы с любым напитком мы могли поднять бокалы и, может быть, сказать тост. Быстрее бы все это закончилось. Быстрее бы, чтобы вошли в нормальную жизнь, в которой мы жили. Парламентарии привезли очередную партию питьевой воды и в преддверии новогодних праздников подарки для медицинских работников и их детей. Различная волонтерская помощь в РКБ оказывается регулярно, но каждый подобный жест внимания приносит врачам большую радость. Мы благодарим региональное отделение партии «Единая Россия» и Черноголовку за подарки, за воду. Огромное вам спасибо. С апреля питьевая вода от группы компании Черноголовка регулярно передается в больницы Подмосковья, в том числе и нашего муниципалитета. Владимир Жук лично контролирует, чтобы поставки в РКБ были без перебоев. Уже порядка 700 тысяч бутылок поставлено в медицинские учреждения Подмосковья. Сегодня привезли 7 тысяч сюда. И эти поставки будут продолжаться весь период пандемии. То есть пока будет борьба с вирусом, Черноголовская вода будет в поликлиниках и в стационарах. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре прошла презентация книги о нашей школе. Это труд множества авторов, когда-то учащихся и работавших в Видновской школе номер один. В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло без зрителей. Но нашей съемочной группе удалось узнать подробности. Идея написать книгу о Видновской школе номер один принадлежит учителю немецкого языка Изабелле Белозор и председателю общества краеведов муниципалитета Алексею Зименкову. Однажды по телефонному разговору с Изабелой Екатериной Белозор Алексей Павлович Зименков и наш председатель краеведческого общества попросил ее рассказать о первых годах учительства в нашей школе. Все дело в том, что Изабелла Викентьевна сторожила нашего города. Она приехала сюда со своим мужем еще тогда, когда не только не было города, но не было даже и поселка. Изабелла Викентьевна рассказала в том числе о Петре Ивановиче Черных первом директоре школы номер один. Именно он собрал уникальный коллектив и создал особую атмосферу творчества, которую так ценили ученики и преподаватели. Заложил традиции, которые соблюдаются здесь по сей день. Своими воспоминаниями вслед за Изабеллой Викентьевной решили поделиться другие учителя и выпускники школы. В числе выпускников и авторов книги сын легендарного директора Москокса Вячеслав Гаевский. Эти учителя, они, скажем так, во многом повлияли на ход моей жизни, на мое восприятие происходящих вокруг меня событий, на мою профессиональную деятельность. И вот в конечном итоге даже на то, что я вдруг начал писать стихи. Особой гордостью школы были великолепные мастерские, где школьники осваивали огромное количество специальностей – электрика, химико-лаборанта, швеи, автомеханика. В школе номер один работают целыми династиями. Сейчас здесь трудятся учителями 12 бывших выпускников. Я себя помню в школе с 4 лет. Когда мама была занять во вторую смену, а детский сад уже закрывался, то меня приводили. Я последние два урока сидела за последними партами. Проучился в этой школе 10 лет нашей. Ну и куда я должна была еще пойти работать? Это в нашу школу. Я себя не представляю без первой школы вообще никак. Выпуск книги приурочили к 65-летнему юбилею школы. Тираж составил всего 100 экземпляров. Книга вызвала, к моему большому удивлению, такой вот какой-то резонанс сарафанного радио, что практически весь тираж книги уже ушел. И в то же время столько появилось энтузиастов, которые говорят, нет, мы об этом еще должны написать и об этом. И хоть почти весь тираж книги о нашей школе уже разобрали, у видновчан есть возможность познакомиться с ней в библиотеках Видного и Расторгуева. Ну а создатели книги уверены, продолжение обязательно будет. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. В преддверии Нового года стали известны имена победителей районного открытого детского поэтического конкурса «Литературный дебют». Конкурс проводится с 2009 года, а его участники – дети от 6 до 13 лет, которым по душе творчество, сочинение стихов и рассказов, сказок и басен, песенок и даже частушек. Победителей поздравила и наша съемочная группа. В 1907 году Николай Гумилев, который в то время жил во Франции и издавал еженедельный парижский сборник «Сириус», напечатал в одном из номеров стихотворение Анны Ахматовой. На руке его много блестящих колец, которое стало ее литературным дебютом. У 60 мальчишек и девчонок из Ленинского городского округа и соседнего Ступина литературный дебют состоялся накануне самого волшебного праздника – Нового года. Награждение прошло с учетом эпидемиологической ситуации, поэтому собрать всех победителей не получилось. Мы сегодня пригласили только победителей, учащихся в школах города Видное. И поэтому сегодня ваш звездный час. Ребята от 6 до 13 лет принимают участие в традиционном конкурсе уже на протяжении 12 лет. Оценивает работы профессиональное жюри. Юный поэт из 9-й школы Георгий Летодиани старается поймать музу всегда, когда это возможно. Иногда мне само в голову приходит, там на какую-то тему я делаю, например, уроки, и у меня само получается как-то, какие-то рифмы получаются. Что главное в стихотворении – рифма или что-то другое? И рифма, и смысл. За такое отличное сочетание в своем стихотворении, отправленном на конкурс, Георгий получил первое место. Еще одной победительницей конкурса, получившей диплом второй степени, стала Полина Косенкова. Семилетняя сказочница признается – сказки писать интересно. У меня были стишки, из этих стишков я беру несколько и придумываю сказку. Кроме победителей в номинациях «Проза» и «Поэзия» были определены и ребята, получившие специальные призы. За лучшие стихотворения о маме, какая прекрасная номинация, побеждает Анастасия Рязанова, «Видновская школа», номер 10. Юным поэтам и писателям раскрывать их таланты помогают взрослые, родители и учителя. Некоторые педагоги также получили заслуженные награды. А в конце мероприятия сделали общую фотографию на память о таком важном событии. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова